Вот уже шестой год сирийский народ переживает тяжелейшую трагедию. В 2011 году в Вашингтоне и некоторых других западных столицах решили продолжить перекройку геополитического пространства Ближнего Востока и Северной Африки, начатую преступным вторжением Соединенных Штатов и Англии в Ирак в 2003 году. Причем и в Ливии, и в Сирии продолжали орудовать топором, не гнушаясь поддержкой террористических группировок. А неизбежные последствия развала стран, возникновения миллионных потоков беженцев, списывали как непредвиденный раздражитель. В результате на территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все, кому не лень. Возвращение страны к миру стало почти невозможной задачей. В результате многомесячного труда российских и американских специалистов, под руководством министра иностранных дел России и государственного секретаря США, и с вовлеченностью президента в двух стран, был разработан детальный план, отраженный в документах от 9 сентября, добросовестное выполнение которого позволило бы разрядить обстановку на земле, кардинально улучшить гуманитарную ситуацию и дать старт возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН. Начало его реализации постоянно откладывалось в результате саботажа непримиримой оппозиции. У этих соглашений было много противников, и, к сожалению, складывается впечатление, что их неконструктивная оппозиция перевесила стремление к миру и здравый смысл. Американская сторона фактически расписалась в неспособности повлиять на подопечные ей группировки и честно выполнить тем самым достигнутые договоренности. Прежде всего, отделить умеренные группировки от террористов и провести соответствующие разграничения на местности. Это черным по белому записано во всех документах. Не было сделано ничего. Даже в вопросе определения террористических группировок были сплошные блуждания, наводящие на мысль, что главной целью остается сохранение боевого потенциала противников правительства Сирийской Арабской Республики, кем бы они ни были. Для этого были хороши нечистоплотные средства и самые сомнительные союзнички. Постоянно выдвигались все новые и новые условия и ультиматумы, сменявшиеся с калейдоскопической быстротой. Обычным делом стали запросы о перемирии. То на 48 часов, то на 72 часа. Мы всегда шли навстречу, по крайней мере старались. Договаривались с правительством Сирии. Это в конечном счете заканчивалось тем, что боевики перегруппировались, получали подкрепление и начинали новое наступление. Потом появилось требование о том, что сирийское правительство в качестве предусловия в одностороннем порядке должно прекратить полеты своих военно-воздушных сил. Сначала сказали на три дня. Мы согласились. Потом сказали нет. Президент Соединенных Штатов передумал. Надо семь дней. Непонятно почему. Подобные тактические уловки не могут продолжаться бесконечно. На односторонние шаги мы больше не согласимся. Серьезный удар по достигнутым договоренностям нанесла бомбардировка силами так называемой коалиции, сообщалось, что это были британские самолеты. Позиции сирийской армии, оборонявшей от террористов ИГИЛ, сложилась реальная опасность того, что террористы захватят город с неизбежной резнёй мирного населения. К счастью, сирийские вооружённые силы при поддержке российских военно-космических сил смогли предотвратить такое трагическое событие. Создавалась, разумеется, угроза и режиму прекращения боевых действий. Но Дамаск проявил в этой связи завидную сдержанность. Господин председатель, гуманитарную ситуацию в Алеппо... Я прошу извинить, я немножко сделаю отступление, поскольку коллеги и понятно почему говорили о том событии, когда под ударом оказался гуманитарный конвой. Я скажу тоже, разумеется, несколько слов по этому поводу. Наверное, два или три аспекта. Во-первых, отмечу, что здесь, в Нью-Йорке, мы впервые услышали об этом от государственного секретаря США, который сказал в приватной беседе, что у нас есть сведения, что российские самолёты, два российских самолёта, несколько минут находились где-то неподалёку от того места, где был гуманитарный конвой, где он подвергся удару. Но, говорит, вы не беспокойтесь, мы публично не будем оглашать этот факт, поскольку тут ещё надо разобраться. Ну, через несколько минут, как водится, последовали утечки из разных агентств в Вашингтоне, а на следующий день государственный секретарь сделал эту трагедию одной из центральных частей своего драматического выступления в Совете Безопасности. Ну, это я к тому, как нам приходится работать с нашими американскими коллегами. Ну, а второй аспект. Мы с самого начала сказали, надо разобраться. Потому что были сообщения сначала, что был артиллерийский удар, потом стали говорить, что это вертолёты, потом сказали, что самолёты. Я не военный специалист, но сегодня я прочитал где-то, что якобы удары наносились в течение 7 часов. Но если российские самолёты несколько минут были где-то в том районе, могли бы бомбы падать 7 часов на гуманитарный конвой? Я думаю, что нет. Так что давайте разберёмся в этом. Кстати, наши западные коллеги два месяца назад обещали нам сообщить о расследовании их бомбового удара по сирийскому городу Мембидж, где по сообщениям погибло более 100 мирных жителей. Сообщалось, что эти были французские самолёты, кто подверг бомбардировке этот город. Но ни французские коллеги, ни американские лидеры коалиции не спешат сообщать нам об итогах этого расследования, которое они обещали произвести. Вот уже два месяца. Теперь, господин председатель, возвращаясь к Алеппо, гуманитарную ситуацию в Алеппо можно было бы нормализовать ещё в августе. Но этого не сделали, не дали сделать вооружённые группировки, которые при попустительстве внешних спонсоров продолжали диктовать свои условия операции и обстреливать гуманитарные коридоры. Разблокирование было близко и в сентябре. Правительственные силы отвели войска на установленное расстояние, а власти оборудовали один из предусмотренных соглашением 9 сентября контрольно-пропускной пункт с участием сотрудников сирийского общества Красного полумесяца и дали разрешение на проводку гуманитарных конвоев. И вновь последовали провокации со стороны боевиков. Чуть подробнее ещё о ситуации в Восточном Алеппо. Восточный Алеппо удерживается под контролем более 20 вооружёнными группировками, в которых примерно 3500 бойцов. Основной силой, которая находится на востоке города, являются отряды Джабхатан-Нусры. Общее количество этих отрядов составляет около 2000 человек. На вооружении у них танки, бронированные машины, орудия полевой артиллерии, системы залпового огня, не говоря уже о кустарном производстве так называемых адских машин для стрельбы газовыми баллонами. Другая и другая техника. Десятки и десятки единиц, в том числе тяжёлой военной техники. Конечно, сделать её они кустарной, эту технику не могли. Всё это было получено и продолжает поступать от щедрых западных покровителей, при попустительстве, полагаю, возглавляющих коалицию Соединённых Штатов. Тут мне помнится эпизод, связанный с Ливией, когда в Конгрессе Соединённых Штатов прозвучал такой вопрос на слушаниях с государственным секретарём США в конце 2013 года. Вопрос был такой, что вот мы знаем, что некоторые страны поставили в Ливию 20 тысяч тонн оружия при попустительстве Соединённых Штатов. Дайте, пожалуйста, нам эту информацию. Ну, наверное, в Конгресс Государственный департамент вынужден был оправить эту информацию. Мы просили предоставить её нам, но так и не получили, хотя Соединённые Штаты обязаны это сделать в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности по Ливии. Полагаю, что масштабы вооружённой поддержки разного сброда в Сирии значительно больше, чем это было в ливийской ситуации. Ежедневно из восточных кварталов Алеппо ведутся обстрелы позиций правительственных войск и жилых районов города. Огонь ведётся вслепую, без корректировки и прицеливания, для нанесения максимального ущерба. С 1 сентября в результате обстрелов из восточного города погибло более 50 военнослужащих и более 120 мирных жителей. Особенность ведения огня Джабхата Нусрой – оборудование огневых позиций в районах социально значимой инфраструктуры, водонасосные станции, электроподстанции, больницы, школы, мечети и в плотной городской застройке. Мирные жители в этом случае становятся живым щитом террористов. Основные направления ударов Джабхата Нусры – северный через дорогу Костелла и юго-западный через квартал Рамуси с целью прорыва линии обороны правительства и создание коридоров для подхода резервов, поставки оружия и боеприпасов, часто под видом гуманитарной помощи. Долгое время, кстати, наши американские коллеги говорили нам, что в Алеппо Нусры нет, только где-то на юге, потом признали, да, еще и на севере, но на самом деле мы рассказываем вам, какая там ситуация. Нусры – это там главная боевая сила. По имеющейся информации, в восточных кварталах более 80 населения выступает за снятие блокады путем мирных переговоров, а также требует выхода из города террористов. Ряд отрядов народного ополчения Алеппо пытается найти возможность для переговоров с правительством. Однако Джабхата Нусра решительно пресекает данные настроения. С 1 сентября зафиксированы 7 массовых казней людей, выступающих за переговоры или желающих покинуть город. Так, 19 сентября боевики расстреляли в присутствии жителей квартала Шейх-Хадар 26 мужчин и подростков, отказавшихся взять оружие в поддержку Нусры. В данных условиях на семи созданных Россией и правительством Сирии гуманитарных коридорах отмечаются массовые выходы людей, которые рассказывают о жестоких расправах над жителями. На выходе гражданам оказывается гуманитарная помощь. За период действия этих коридоров из восточных кварталов вышли более 4 тысяч человек и около 300 боевиков. Гуманитарный доступ в город блокирован боевиками. Начиная с 12 сентября, Россия, Сирия и ООН пытаются обеспечить проводку восточной Алеппо гуманитарных конвоев по дороге Костелло. С этой целью выполнялись мероприятия по ее демилитаризации. Отводились войска дважды 14 и 16 сентября. 17 сентября установлен западный контрольно-пропускной пункт с сотрудниками Сирийского общества Красного полумесяца. Оппозиция отказалась выполнить аналогичные действия, предусмотренные российско-американскими договоренностями от 9 сентября. Колиция незаконных вооруженных формирований ФАТХ-Халяб, местный совет Алеппо, а также оппозиционное временное правительство заявили о том, что не пропустят помощь в город по трассе Костелло. Боевики угрожали атаковать конвои. В итоге сорвана подготовленная в конце августа текущего года Россия ООН гуманитарная операция в Алеппо. Боевики отбирают продукты и воду у жителей, отбирают медикаменты, заставляют работать для возведения укрытий. Отмечены бунты в районах Авад, Алянсари, Сахур. Выступления протестные жестко подавляются террористами с применением оружия. Таким образом, более 200 тысяч жителей Алеппо стали заложниками террористической группировки Джабхата Нусра и привкнувшими к ней другими группировками. Эта группировка пытается использовать женщин и детей в качестве живого щита. Правительственные силы обеспечивают стратегически важные для снабжения города трассы Костелла и Расмуса, а также окружные дороги. Огонь ведется только в ответ на атаки террористов и по выявленным и проверенным целям. Пресекаются ожесточенные попытки Нусры прорваться в город с юго-западного и северного направлений. Террористы активно используют для прорыва заминированные автомобили и бронетранспортеры со смертниками. С 1 августа в Алеппо зафиксировано более 40 атак такого рода. Авиация применяется по объектам и скоплению боевиков только с использованием авианаводчиков и с подсветской цели. Главная задача – выдавливание террористов из города с минимальными жертвами среди мирного населения. Боевикам предлагаются переговоры. Создан специальный северный на дорогу Костелло коридор для выхода с оружием. Российско-американскими договоренностями от 9 сентября предусмотрен механизм, гарантирующий безопасность выхода комбатантов при мониторинге со стороны ООН. Всем желающим воспользоваться амнистией предлагается упрощенная процедура урегулирования статуса. В районах ГУМ-коридоров дежурят офицеры Российского центра по примирению для мониторинга ситуации и пресечения негуманного обращения с боевиками. С использованием всех имеющихся возможностей мирному населению предлагается покинуть город и отойти от скоплений боевиков. Этому препятствуют террористы. Наблюдаем попытку развернуть информационную кампанию по дискредитации мер правительства по выдавливанию террористов. С использованием фейков и старых видеозаписей, в том числе сделанных в западном Алеппо, преувеличивается масштаб операций. Съемки ударов действуют в пустынных юго-западных делаются в пустынных юго-западных кварталах города, где более месяца ведутся ожесточенные бои, а подаются как неизбирательные удары по мирным районам восточного Алеппо. Теперь, госпожа председатель, перейду к политпроцессу и обращусь к Стефану де Мистури, как, разумеется, и к членам совета. Необходимо возобновить политпроцесс. У нас в этой связи есть серьезные... Что, переводят? Хорошо. Я так понимаю, переводчики не успевают, буду стараться говорить помедленнее. Итак, обращаюсь к Стефану де Мистури. Необходимо возобновить политпроцесс. Нам, честно говоря, непонятно, почему решительных действий в этой связи не предпринималось уже с мая. Хочу напомнить, что первое заявление международной группы поддержки Сирии содержит следующее положение. Пункт 9. Участники встречи совместно с ООН разработают модальности для прекращения огня и его соблюдения по всей стране параллельно с возобновлением политического процесса. Параллельно с возобновлением политического процесса. То есть, продолжение политического процесса это одно из обстоятельств очень серьезных, которое должно было помочь установлению и соблюдению режима прекращения огня. Я хотел бы попросить господина Домистуру скажите, кто отказывался все это время вести прямые переговоры? Кто отказывался вести прямые переговоры? Мы знаем ответ. Но мне хотелось бы, чтобы он прозвучал из ваших уст. Может быть, пора прекратить приплясывать вокруг безответственных политиков, которые притворяются, что они представляют интересы сирийского народа. Если они не хотят вести переговоры, пусть они возвращаются в те зарубежные столицы, где они нашли себе пристанище. На авансцену должны выйти те представители сирийской оппозиции, а такие, как вы знаете, есть, кто действительно хочет вывести свою страну из кризиса. Ну и, конечно же, я упомянул прекращение огня. Конечно же, эту целью не хотелось бы, так сказать, хотелось бы, что это продолжало оставаться нашей целью, наряду с возобновлением переговоров, но хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас можно говорить о реанимации перемирия исключительно на коллективной основе, когда не мы должны кому-то что-то доказывать в одностороннем порядке, а когда нам должны доказать, что речь идет об искреннем желании отделить оппозиционеров, которые сотрудничают с американской коалицией, от Джабхата Нусры, затем добить Джабхата Нусру, а оппозиционеров сделать частью политического процесса. Если нам этого не докажут, то у нас укрепятся подозрения, что все это затеяно для того, чтобы вывести Джабхата Нусру из-под удара. Выход таким образом только в честной совместной работе, когда все будут исполнять договоренности о перемирии, а не выдвигать односторонние требования, кому сделать жест доброй воли в надежде на то, что это потом окупится. Я благодарю вас, госпожа председатель.